добрый день дорогие мои друзья ой яйцо придавила подождите я свои фаберы на стол выложу о красавелла аж это в глазах как-то помутнела сука сегодня короче такая история про манте-карло все вы знаете из старых роликов что я был в манте-карло я чуть так подумал что-то я вам про манте-карло недорассказал немножко и все думал 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 а у меня сегодня это самое как назвать это правильно шкафочный или шкафовочный день я шкаф открываю и все что-то вам нахожу какие-то штучки да там ручки портсигары и ролики пилю и вот нашел одну вещь которая здесь сейчас лежит и бинго есть еще одна история про манте-карло в этот раз короче у меня здесь одна вещь лежит которая меня связывает с манте-карло короче когда я был в манте-карло я конечно зашел поиграть в казино ну я конечно человек не азартный в казино не хожу играть потому что это это занятие херней называется вот хотя есть системы которые могут могут вас приблизить к выигрышу можно часто выигрывать по некоторым системам но они не стопроцентны ну это ладно это опять зигу кинул это сегодня пойдет не о казино речь короче не о том как выиграть деньги в казино сегодня речь пойдет о другом в общем я как естественно как человек который никогда не был в манте-карло приехал первый раз и конечно ну куда можно пойти в манте-карло ну конечно в казино это как бы самое такое место которое нужно в манте-карло посетить это казино вот можно зайти прямо в казино там будет конечно контроль там нужно предъявить паспорт то все да а можно перед казино ну оно тоже находится в помещении да как бы в предбаннике можно поиграть на этих на игровых аппаратах там да там никого контроля как бы нет уже там паспорт не нужно предъявлять то есть заходи и играли ну я естественно зашел вовнутрь короче да конечно я там не был в курсе за 25 баксов я был прилично одет зашел поиграл короче ну естественно выиграл понимаете по своей системе немного выиграл я не рисковый парень я много не ставил но выиграл вышел да из казино такой крутой да думаю сучара какой я все таки тупой грузчик сука даже в казино выиграл в манте-карло насколько тупым надо быть чем даже в казино в манте-карло выиграть вышел из казино таким героем да там точки стоят перед казино на этом вот такая площадь как она называется place place di casino она называется вот вот эта вот площадь и там такие тачки стоят там lamborghini ferrari да я так выхожу да такой культурно одетый так и иду к этим lamborghini и ferrari и там всегда такая куча туристов с авто аппаратами они там все фотографируют и естественно увидели такого разодетого да тупого грузчика выходящего из казино и давай меня фотографировать с надеждой что я сейчас какую-то из этих тачек да там lamborghini или манте-карло сяду а я так иду так прямо на lamborghini так иду 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 а меня так щелк 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 а я так раз и мимо прошел ха-ха-ха-ха-ха обломчик сделал попарацца вот ну и короче так подумал ну ладно раз уж я выиграл да останусь как я еще в манте-карло я-то планировал туда ненадолго съездить Думаю, останусь, когда я еще в Монте-Карло На денечек А спать-то где-то надо, понимаете Я же туда приехал из Франции У меня во Франции был АТР, короче А в Монте-Карло как бы планировал на один день приехать Но так как в казино выиграл Решил еще на денек остаться Надо где-то переночевать В Монте-Карло Если кто-то там из вас надеется, что можно в Монте-Карло приехать На три дня, поспать на травке где-то К вам через 5 минут уже полицейский подойдет И вас разбудит, скажет, парниша Давай-ка вставай, здесь спать нельзя на травке Там очень хорошая система security Там каждая улица просматривается камерой То есть вам там негде даже будет Не то чтобы поспать, вам пукнуть в Монте-Карло негде будет Негде Я решил так, гулять-то гулять И что вы думаете? На той же площади, где казино, да Плейс Ди Казино Я, да-да, не удивляйтесь Купил номер в отеле Ди Париж Это известная гостиница Очень дорогие номера Я, конечно, взял самый дешевый Но это все равно Даже самый дешевый номер в линейке Ди Париж Стоит очень дорого, ребята Это очень дорого Но я его взял, короче В этом отеле Ди Париж, да Там снимались очень многие художественные фильмы Вообще такое место Ну честно скажу Ну Это не гостиница Это скорее всего, знаете Это и Эрмитаж Просто аж изденно Конечно же там есть Винные комнаты С эксклюзивными винами Ой, что там только нет Эксклюзивные сигареты на продажу Да, то есть Ужин На высочайшем уровне Обычно там, знаете Играет один Не знаю, сейчас он играет Или нет Такой Темнокожий брат Играл на рояле Как он играл Как он играл Этот темнокожий брат Он тоже в возрасте был Не знаю Может это уже бумер Дальше Этот темнокожий брат Не знаю Но как он играл Это был, конечно Виртуоз своего дела Этот темнокожий брат Который играл На этом Рояле Короче Вот Я сидел, значит, там Я вообще такую музыку классическую Не люблю Но я сидел И реально думал Как это может он вот так вот классно играть? Вообще, меня к роялям, если честно, притягивает. Почему? Потому что я же грузчик, да? И в первую очередь, когда я вижу, знаете, гостиницу, да, такая шедевральная гостиница, значит, там ресторан, все, да, и тут такой рояль, 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 который я ношу каждый день, вот они стоят здесь. И мне так и хочется, знаете, закричать на всю гостиницу. Я самый лучший грузчик, и я ношу такие рояли каждый день. Но я не могу этого сделать, потому что подумаю, что я сумасшедший, понимаете? Это вам могу рассказывать. А когда я в Монте-Карло, да, в гостинице Ди Пари, ну, хер кого такое, что и скажешь, да. Как-то не по понятиям так будет это все говорить. Ну, вот я, значит, смотрел на этот рояль, да, и потом как-то волей-неволей заслушался, как этот темнокожий брат играет на рояле. Как он играл, как он играл, ууу, как он играл, ребята. Ладно, ролик-то вообще не об этом, да. Короче, номер. Самый дешевый, но очень дорогой. Ну, конечно, ну, тут, ну, у меня даже слов нету, как там было классно в этом номере. Реально, ошизенный номер. Мыло, мыло, которое, да, вот тебе преподносят мыло. Какое там было мыло, им было приятно руки мыть. Я, конечно, подумал так. Мне нужен презент из этой гостиницы, да. А презентов там не дают. И я решил сам взять себе презент. Я, конечно, взял себе кучу мыла из Монте-Карло, да, из гостиницы Дипари. Конечно, мыло уже использовал давным-давно. Взял еще оттуда халат. Там, значит, дают тебе и тапочки, и халат, и мыло. Что-то только не дают в этой гостинице. Конечно, спер халат тоже. Халат тоже, кстати, уже износил, давно выбросил. Это не тот белый, в котором я сижу. Белый покупала Юлька. Вот. В Монте-Карло тоже были белые халаты в этой гостинице, но он уже давно сношен и выброшен. Вот. И, значит, внизу, внизу, там, где вот этот вот темнохожий брал, играл на рояле, там такой ресторанчик, да, такое, фойе, значит, там можно посидеть, отдохнуть, там, заказать бутылочку дорогого вина. Там же можно покурить, да, и там же есть пепельницы. И вот, знаете, я вот сижу, да, смотрю, а на столе пепельница. Офигенная пепельница. Просто всем пепельницам пепельница. Я так подумал. А возьму-ка я ее себе в подарок. Пошли они все нахер. И взял, короче, из гостиницы Дипари, взял себе пепельницу в подарок, которую я до сих пор храню. Я считаю, что гостиница была просто шедевральная, просто, просто, конечно, это, это, это был лувр. Понимаете, это, это был музейная гостиница. И я оттуда, короче, спер пепельницу. Вот это пепельница. Вы, конечно, меня извините за откровенность, да. Вот такая вот пепельница, которую я спер в гостинице Дипари. Ну, смотрите. О, видали? Очень красивая пепельница. Вот такая вот у меня память осталась из Монте-Карло, из гостиницы Дипари. Вот вам и Дипари, короче. Видали? Такая вот пепельница. Не знаю, вам нравится, нет? Но мне реально эта пепельница очень понравилась. Я ее спер. Кстати, вот эти вот все халаты, да, которые в этой гостинице. Вы, может, сейчас подумаете, вот, сука, пидорас, да, приехал в Монте-Карло, спер мыло, халаты, пепельницу. Ну, мыло, короче говоря, ну, то, что я спер, да, ну, тут как бы можно сказать, что я бы мог его на себе все вымыть, понимаете? Это как бы не воровство. Халат, как бы, кажется, да, воровство, да. Но проблема все в том, что даже если бы я его не спер, да, там халаты не стирают. Они там каждый раз новые халаты вешают. Понимаете? Поэтому они все равно его выкинули. Поэтому я его спер, короче, этот халат. А вот пепельница, я не знаю, после того, как покурят, наверное, все-таки они пепельницы моют. Новые не выкладывают. Поэтому пепельницу я реально спер. нанес небольшой урон гостинице. Депарис, сука. Вот, короче, вот такая вот история. Вам. Небольшая. Которая приключилась со мной в Монте-Карло. Я там еще на старых роликах, помню, рассказывал, как я в одном кафе шел и проходил мимо телки, а у телки было на стульчике, да, висело это самое, пиджачок ее висел. Я прохожу так мимо, а у нее пиджачок как со стульчика, так раз и упал. Ну, она просто плохо повесила этот пиджачок, и он упал, этот пиджачок, да. И вот в реальной жизни, где-то в Швеции, да, я такой человек, да, я бы прошел мимо, и как бы даже, ну, и внимания бы не обратил. Еще бы этот пиджак там наступил бы ногой, да. А в Монте-Карло я остановился, развернулся, подошел, поднял этот пиджачок, отряхнул, повесил телке на стульчик, так аккуратненько. Ну, телка, конечно, не местная, тоже туристка. И телка так, о, мерси, мерси. Симпотна, кстати, телка. Мерси, мерси, да, мне такая, мерси, мерси. Прямо аж трясет, сука, от таких воспоминаний, как это приятно было поднять пиджак, да, и повесить его на стульчик обратно, телке. И получить за это мерси, вот. Приятные вот воспоминания, приятные. И пепельница тоже, классная пепельница, до сих пор храню, да. Вот. Вот какой у меня шкаф классный, сколько там добра лежат в шкафу, короче. ЧАО!